Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Бывшему главе Кирово-Чепецка Владиславу Мохову снизили приговор. Чиновник был признан виновным в злоупотреблении, должностными полномочиями и служебном подлоге по делу о реновации сквера река Времени. Ему назначили полтора года колонии-поселения. Кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор Мохову. Как пишет источник онлайн со ссылкой на адвоката Анну Боровикову, суд согласился с доводами об отсутствии оснований для квалификации действий Мохова по совокупности преступлений и исключил обвинение по одной из статей. В итоге наказание снизили до одного года лишения свободы. Экономика. В Вятских Полянах предлагают построить завод по переработке молока. Об этом говорится в паспорте инвестиционного проекта, размещенном на инвестпортале Кировской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 700 миллионов рублей. Срок реализации – 4 года, а срок окупаемости – 3,5. Предполагается, что в сутки на заводе будет перерабатываться 200 тонн молочного сырья местных производителей. Площадка, которая предлагается для строительства. Участок площадью 340 гектаров, расположенный на территории опережающего развития города Вятские Поляны. Для ее резидентов есть ряд преференций, в том числе налоговых. Также возможность получения субсидий и земельного участка в аренду без торгов. Но рассмотреть для строительства завода заинтересовавшийся проектом инвестор может и другую площадку. В эфире «Экономика». АТП приглашает кировчан бесплатно выучиться на водителей троллейбусов. В автотранспортном предприятии подчеркивают, что на время обучения полагается стипендия. Заработная плата водителей троллейбусов начинается от 70 тысяч рублей. Обучение проходит в ДСААФ на проспекте строителей. А стажировка в троллейбусном депо и в городе, говорится в официальном паблике АТП во Вконтакте. Будущих водителей знакомят с правилами обслуживания, организации движения, пожарной безопасности, оказания первой помощи. Напомню, кировские перевозчики регулярно жалуются на кадровые проблемы. Нехватка водителей есть и на автобусных маршрутах. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.